Городом радио Болтком Утро на Болткоме Легпек Александр Шунин, Утро на Болткоме Здравствуйте всем присоединившимся И, конечно, тем, кто ожидает праздников Все мы ждем наступления Нового Года И, как правило, это время травмоопасное Потому что, ну, не говоря уже о том, что все запускают там всякие салюты, шутихи Там это одно, травмы, постоянно люди потом обращаются в травмпункты И другая проблема, это, конечно же, обильное застолье Возлияние всяких горячительных напитков В общем, Новый Год И переедание Вот мы говорили, кстати, что в Санкт-Петербурге Там бабушка перекормила своего, значит, ночка так Что потом он попал в больницу даже Ну, то есть реальная совершенно история, которая произошла буквально на днях Как обезопасить себя в эти дни? И что нужно иметь постоянно под рукой, на всякий случай Потому что, ну, все живые люди А всякое может случиться Все это вот, ну, с такими вопросами мы бы хотели услышать Вот квалифицированную информацию Фармацевт Елена Петришина с нами на прямой связи Здравствуйте, Елена, доброе утро Доброе утро Здравствуйте Что, в общем, нужно соблюдать К чему нужно готовиться И какие тут могут быть, ну, опасности Нас подстерегать на празднике И советы, рекомендации Вот это все очень интересно Ну, наверное, как вы уже и сказали Самые, наверное, два основных фокуса На которые стоит обратить внимание Я, на самом деле, в первую очередь Ставлю именно Особенности застолий Действительно Это, наверное, одна из самых часто встречаемых проблем Проблемы с пищеварительным трактом И я, со своей стороны, даже разделила проблемы на три Три большие части, да Не только переедание Конечно же, в первую очередь В первую очередь действительно не стоит Не стоит набрасываться на еду Тем более, мы знаем, обычно в праздничные дни Столы ломятся, да И лучше заранее об этом подумать Заранее пересмотреть свою аптечку Даже если никогда до этого не было проблем То все равно желательно, чтобы в аптечке были Какие-то энзимные препараты, которые помогают Именно нашей поджелудочной железе Чтобы лучше усваивались И чтобы нам не пришлось в самый ответственный момент Поднятие бокала шампанского Думать о том, что болит живот Вторая вещь, которая именно тоже касается Пищеварительного тракта Это повышенная кислотность желудка То есть, опять же, понимаем Гречительные напитки нехорошо влияют на наш желудок И поэтому, особенно, если у кого-то есть склонность К повышенной кислотности Желательно тоже заглянуть Заглянуть в свою аптечку Посмотреть, есть ли препараты Которые понижают кислотность Или защищают слизистую желудка Ну и третье, естественно Это пищеварительное отравление К сожалению К сожалению, в празднике тоже Тоже встречаются И довольно-таки часто И обязательно тогда рекомендую Заглянуть в аптечку И посмотреть, есть ли препараты Которые, скажем так Всасывают в себя токсины И таким образом Действительно защищают от тошноты И от других неприятных симптомов Пищеварительного отравления Ну и переходим, наверное, ко второму пункту То, что вы уже действительно сказали Травмы Травмы, действительно, к сожалению К сожалению, на праздники Очень переполнены травмпункты Поэтому здесь, наверное, в первую очередь Хочется пожелать Не терять бдительности В первую очередь в празднике Да, действительно, хочется всем отпраздновать Без каких-либо Неприятных, неприятных Впечатлений, неприятных ситуаций И в данном случае тоже То, что касается травм Пересмотрев и свою аптечку Да, то есть я тоже готовилась Пересматривала свою аптечку В принципе, препараты и продукты Поделила на три части В первую очередь Элементарные, простые пластыри Да, то есть, опять же Мы будем готовить Мы будем использовать Использовать режущие предметы Поэтому, действительно, просто пересмотреть Чтобы в аптечке были пласты Простые пластыри Второй пункт Это, естественно, препараты Содержащие пантенол Декспантенол От ожогов Да, это могут быть И простые ожоги Опять же Будут хлопушки Будут салюты Будут петарды Действительно Чтобы была первая помощь необходимая Ну и третье Третье Это ушибы Да Опять же, теряем бдительность Погода нас радует Красивая Да, но при этом Не стоит забывать Гололед Скользко Действительно Желательно Чтобы в аптечке были Препараты первой необходимости Чтобы Чтобы снять отечность И защитить себя От ушибов На этом список Не заканчивается С моей стороны Да То есть Обязательно Желательно Чтобы в аптечке Были Любой препарат Обезболивающий Жаропонижающий Противовоспалительный Причем Это могут быть Препараты Разного действия Если мы говорим Про простые Парацетамолосодержащие препараты Лучше Скажем честно Лучше и снижают И головную боль После После застолья Ну и другие препараты Например Как ибопрофеносодержащие Это как первая помощь Если вдруг Неожиданно Начинается зубная боль Или мускульная боль Конечно же Рекомендую Пересматривая аптечку Убедиться Что есть И противоаллергенные препараты В данном случае Может быть Сейчас некоторые Меня не поймут И часто Я в аптеке тоже слышу А зачем У меня же никогда Не было аллергии Так вот К сожалению Аллергенные Имеют такое свойство Накапливаться в организме И поэтому Действительно Не хотелось бы Чтобы на празднике Особенно Когда Возможно И аптеки Будут работать Не такое длительное время Чтобы эти препараты Были на месте Формы соответствуют Соответствующие Более После каких-то После каких-то Это будет Управильной утилизации Старых таблеток Старых таблеток И прочих медикаментов Куда их сдавать Куда их нести Можно ли их выбрасывать Я не знаю Выливать в раковину В унитаз Выносить В прочем бытовом мусоре Очень хороший вопрос Спасибо огромное За вопрос Действительно Очень хорошее Напоминание Будет Будет Нашим Радиослушателям Опять же Медикаменты Медикаменты Это активные Вещества Которые действительно Влияют На окружающую Среду И Действительно Аптеки Сейчас Очень доступны Для наших Клиентов В очень Многие Аптеки Есть такая Функция Клиент Может Принести Любой препарат И своей аптечки Будь то Жидкие формы Будь то Твердые формы Таблетки Вы можете Принести Вы можете Отдать Руки Фармацевту И уже далее Мы Сотрудничаем Со специальными Организациями Которые Действительно Обеспечивают Утилизацию Так чтобы Ни в коем случае Не загрязнять Окружающую среду То есть Не стесняемся Открыли аптечки Если увидели Что срок годности Приближается К истекшему Или уже Истек То собираем В какой-то пакетик И несем В ближайшую аптеку Там обязательно Бесплатно примут И правильно Утилизируют Правильно? Абсолютно верно В данном случае Не только Даже если Закончился Срок годности Но бывают Такие ситуации Когда Приняли Например Курсы Больше Необходи Нет такой Необходимости Принимать Таблетки Или же Вы видите Что что-то Поменялось Например Была испорчена Упаковка А таблетка Стала рыхлой Поменялся цвет Поменялся запах Появился Какой-то осадок Убедительная просьба Если лекарства Действительно Поменяли Внешний вид Обратитесь На консультацию К фармацевт То фармацевт Посмотрит И действительно Примет решение О необходимости Утилизировать Препарат Как все-таки Правильно Хранить Лекарства Вот вы упомянули О том Что нужно Соблюдать Определенные Правила Что Какие Может быть Есть препараты С особыми Какими-то требованиями Которые нужно Держать Там в холодильнике А какие Можно просто В аптечке В темном шкафу Наверное Вся Основная Информация Хранится В инструкции Или на упаковке Самого препарата Большая часть Конечно же Большая часть Хранится При комнатной Температуре Я бы Наверное Хотела Обратить Внимание На инструкцию В том случае Потому что Есть определенные Виды препаратов Например То что касается Жидких форм Или то что касается Глазных капель Когда Меняется Хранение После открытия Упаковки То есть Есть ситуация Что упаковка Может элементарно Храниться При комнатной Температуре Но после открытия Необходимо Поставить в холодильник Или же наоборот Препарат хранился В холодильнике Но после открытия Наоборот Его можно держать Только при комнатной Температуре Опять же Очень-очень Важен момент Наверное Все-таки Посмотреть Где физически Находится аптечка В доме Да То есть Опять же Не рекомендуется Чтобы это было Например Ванная комната Потому что Там повышенная Все-таки влажность Опять же Если это кухня Подальше от плиты Потому что Там все равно Возможны Эти перепады Температур То есть Если это Комнатная температура Желательно В таком месте Где нету Резких перепадов Температур И где нету Повышенной влажности Ну а привычка Многие лекарства Надо не надо Класть в холодильник Она как-то Отражается На сроке годности И на воздействии Тех самых Активных веществ Понижается ли Таким образом Качество Да Абсолютно верно Опять же Не зря Не зря На упаковке Написана Четкая инструкция Если после открытия Необходимо держать В холодильнике То таким образом Сохраняется Действенность Активного вещества Да Опять же Это не просто Производитель придумал Это проводится Довольно-таки Долгосрочные исследования При которых Определяется В каких условиях Активное вещество Остается максимально активным Максимально действенным В правильной концентрации То есть нужно Внимательно читать Всю инструкцию Что к сожалению Может быть Ну часто люди не делают Я рекомендую В первую очередь Наверное Все-таки Спросить и информацию Фармацевта В аптеке Потому что мы Прекрасно понимаем Инструкции Очень объемные Очень длинные Не всегда возможно Быстро прочитать Не всегда возможно Быстро найти информацию И в некоторых случаях Даже особенно Бдительным людям Я не рекомендую Перечитывать От А до З Потому что наоборот Потом появляются Какие-то определенные Боязни Когда доходит До места Побочных эффектов И это Не важно Что это Один на миллион Поэтому наверное Самый легкий вариант Это действительно Проконсультироваться У фармацевта Потому что фармацевт Это действительно Обученные люди Со специальным Медицинским Образованием Которые с удовольствием Ответят на все вопросы Будь то Про правильное Применение лекарства Будь то Про правильное Хранение лекарства Причем это Быстро И главное Еще и бесплатно Что нужно Вот по вашему мнению Есть Препараты Которые мы Приобретаем Как По рецепту Врача А вот Может быть Ну те Которые Обязательно Должны быть В нашей аптечке То что Продается без рецепта Ну как говорится На всякий случай То есть на тот случай Экстренный Какой-то Первой помощи Когда Может быть Становится плохо Поздно вечером Человеку Там не работают Аптеки Не работают Лечащий врач Семейный врач Не принимает Вот такого рода Ну в первую очередь Обычно Если мы говорим Про рецепторные Медикаменты И если мы говорим Про хронические Заболевания То Убедительная просьба Пересмотрев свою аптечку Действительно Убедиться Что препараты Есть на определенное На определенное время То что касается Например Будущих праздников Если это препараты Сердечно-сосудистой системы Да То есть Очень часто Встречаемые заболевания Убедительная просьба Созвоните с врачом Пересмотрите Действительно Или вам хватит До курса лечения И до следующего визита врача Попросите выписать препараты То что касается Опять же Рабочего времени Аптеки Все равно Есть круглосуточные аптеки То что Мы видим сейчас Может быть Не так просто Добраться до аптеки В связи С определенным режимом В связи С погодными условиями Есть такая возможность И доставки На дом Медикаментов Так что мне кажется В наше время Все в руках клиента Главное Чтобы действительно Клиент Пациент Пересмотрел аптечку Действительно Заранее убедился Что ему хватает Препаратов И сейчас Действительно Мне кажется Фармацевтика И в Латвии На таком уровне Развита Что можно Созвониться с врачом Можно созвониться С аптекой И организовать Даже чтобы тебе Обеспечили Привоз медикаментов На дом Если вернуться К первоначальной Нашей теме То что мы назвали Подготовкой К праздникам Можно ли оценить Вот это время Предпраздничное Рождественское Новогоднее Как некий пик Ну или после праздников Пик посещаемости Аптек Насколько неаккуратны На праздники Мы Ну Декабрь Наверное Месяц Как показывает практика Это действительно На самый активный Месяц Опять же Возможно Это связано Действительно С праздничной Суетой Но здесь Наверное Хочется больше Говорить Не только о нашей Небдительности Но люди все равно Готовят Готовят подарки Своим близким Опять же Мне хочется сказать Что аптека Это не только То место Где можно Уже приобрести Препараты Когда уже Тебе плохо Уже тебе больно Можно приобрести Профилактические Препараты Косметические препараты И поэтому аптека В декабре месяце Тоже пользуется Спросом Именно Чтобы приобрести Препараты Для профилактики Для предотвращения Каких-то заболеваний Но да Отвечая на ваш вопрос Наверное Декабрьская суета Очень-очень Заметна И в аптеках Используют Используют ли Люди Аптеку Как место Для Может быть Приобретения Подарка Своим близким Я имею ввиду Что может быть Ориентируются ли Сейчас аптеки Может быть На такой Сегмент товаров Да Абсолютно верно Я думаю Наши клиенты Которые Действительно Заходят В аптеку Это Видят Мы со своей стороны Действительно Предоставляем Хороший выбор Выбор подарков Для своих близких Для родственников Для друзей Как я говорила уже Аптека Это действительно Место Не только Не только Уже заниматься Лечением Да Но и Можно приобрести Как косметические Средства Так и Пищевые добавки Именно для Профилактики Потому что Действительно Лучше заранее Подумать О своем здоровье О здоровье Своих близких Чем потом Заниматься Лечением Напомню Мы беседуем С фармацевтом Еленой Петришиной Елена Невозможно Не задать вопрос Как профессионал Ну вот то самое Классическое Сапожник без сапог Ну признайтесь Наверняка же Был какой-то случай Когда Раз и у самой Не оказалось Нужного Средства Под рукой Вот вы перечислили Инзимный препарат И там От повышенной Кислотности Отравления Пластыри От ушибов От всего Чего угодно Признавайтесь Чего когда-то Не хватило вам Бывали Такие ситуации Бывали Такие ситуации Редко Ну конечно же Они тоже Случаются Да Но Слава Слава богу Действительно Очень много Аптек Которые работают Довольно-таки Долгое время Поэтому Скажем так Получилось Получилось И в моей Практике Действительно Быстро Добраться До аптеки И приобрести Необходимые Препараты И кстати Кстати Действительно Такая ситуация Была Именно Перед Новым годом Да Елена Вот скажите Есть ли Все-таки Какие-то Универсальные Там Не знаю Вот многие Пользуются Ну скажем так Нетрадиционными Средствами Медицины Вот я сразу Вспоминаю Знаменитую Песню Из Буратино От баронхита Танзелита Перечисляю Помогут Вот эти Козявочки Мои дорогие Весьма дорогие Пиявочки Дуримар Заявлял Что универсальное Средство Пиявки Сейчас мы знаем Огромное количество Других Аналогов Вот может ли быть Такое универсальное Средство От всех болезней И вообще Как относятся Аптеки К такому К народным Средствам Лечения Ну скажем так Наверное Из моей практики Я еще ни разу Не встречала Универсального Средства Действительно Ни разу Что наверное Можно Универсальное Средство Это наверное В первую очередь Это Уход за собой И действительно Заранее Отслеживать Состояние Своего здоровья Потому что Если вдруг Уже начинается Какое-то заболевание Тогда это Не универсальное Средство Это уже Конкретные Препараты Которые действуют На определенную Систему организма Или на определенный Симптом Который вызывает Вызывает Заболевание То что касается Народных средств Да Имеет место Быть Да Действительно Очень Сейчас у нас Есть большой Доступ К интернету И к другим И к другим Скажем так Другим Публикующимся Может быть Статьям В данном случае Действительно Огромная рекомендация Все-таки Проконсультироваться Со специалистом Да Действительно Перепроверить информацию Да Действительно Все равно Можно использовать И гомеопатию И другие Народные средства Дополнительные Может быть Какие-то препараты Но действительно Только После консультации Со специалистом Который действительно Посоветует Или же Симптоматика Такая Что можно Действительно Применять Витаминные препараты Применять Травяные настои Как можно Больше жидкости Действительно Проветривать Помещение Но бывают Такие ситуации Когда действительно Недостаточно Этих препаратов Есть необходимость Приобретения Более сильных Или даже Бывают ситуации Когда мы В аптеках Рекомендуем Обратиться Уже к семейному Врачу Или к специалисту К слову Сказать О верификации Данных И обращении И доверии К специалисту Вы напомнили Что сейчас Много информации Доступно В интернете Даже слишком много Насколько Насколько Часты случаи Когда Посетители аптек Позволяют себе Спорить Или навязывать Своё мнение Может быть Достаточно В агрессивной Манере Аргументируя тем Что вот А я там В интернете Вычитал А я там Где-то В каком-то Чате Мне кто-то Подсказал Что это Всё ерунда Нужно Брать Именно Это Да Такие Ситуации Имеют Место Быть Здесь Наверное Два Момента Первый То что Вы сказали Может быть В какой-то Агрессивной Форме То что Мы Наблюдаем На сегодняшний День Действительно Люди Стали Скажем Так Более Чувствительны И Особенно Но Опять же В аптеках Работают Специалисты Специалисты С медицинским Образованием Я помню Свою первую Учительницу В аптеке Она мне всегда Говорила Она говорит Лена В аптеку Не приходят Счастливые Довольные Люди В аптеку Приходят Люди У которых Есть уже Какая-то Проблема Им больно Или плохо Их родственникам Да Это естественно Что люди Возможно Могут По-другому В более Агрессивной Форме Высказывать Своё мнение Но Что важно Мы в аптеках Всегда выслушаем И очень важно Дать чётку Аргументацию Почему Тот или иной Вариант Может быть Не самый лучший Для конкретного Клиента Опять же Может быть Как показывает Практика Соседки Прекрасно Помог определенный Препарат Но мы всегда Объясняем Поэтому и есть Такой огромный Выбор препаратов Поэтому и Есть специально Обученные люди Которые проконсультируют Максимально детально Потому что То что помогло Одному человеку Не факт Что поможет Другому человеку Это связано И с дассировками Это связано И с той же Симптоматикой Конкретной болезни Это связано С индивидуальными Способностями Каждого клиента Поэтому Если вы приходите В аптеку Фармацевт Попытается И максимально Скажем так Получить от вас Информацию Что уже Принимается Что принималось Что помогало Какие симптомы Когда они появились Здесь наверное Убедительная просьба К радиослушателям Если вам Фармацевт Аптекарь В аптеке Задает эти вопросы Это не просто так Чем больше Вы дадите информации О своем самочувствии О возможно Даже истории Какой-то болезни Тем лучше Конкретно Индивидуально Для вас Фармацевт Уберет необходимый Препарат И тем больше Вероятности Что этот препарат Максимально быстро Вам поможет Огромное спасибо Спасибо большое Елена Петришина Фармацевт Была с нами На связи Желаем Конечно же Поздравляем с наступающими Желаем Прежде всего Здоровья Ну и напоминаем Что текстовая версия Вот Все этой памятки Предновогодней Через непредложительное время Появится на портале MixNews.lv Со всеми подробностями Лишний раз Не будет лишним Что называется Напомнить Елене еще раз Спасибо Всего доброго Доброго У нас небольшая пауза После которой Культурное гости На одной волне